Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. По вашим заявкам продолжаем данный на важнейший плейлист. Практическая грамматика английского языка с нуля, урок 32-й. И у нас с вами общее повторение. Мы с вами готовимся к контрольным мероприятиям, которые очень сложные. И рекомендую вам обязательно повторить уроки, когда мы разбирали, как строится приложение, когда есть глагол, когда нет глагола. Здесь очень много тонкостей и сложностей. Иначе давайте вкратце закрепим все. И далее вас ждут упражнения. И, друзья мои, мы сейчас достаточно интенсивно будем двигаться по нашему плейлисту, чтобы перейти к более сложным темам. Но эти темы тоже нелегкие. Итак, как вы помните, друзья мои, мы с вами разбираем present simple. Present simple. Но не просто разбираем, а именно вы говорите. У нас мега-мега такая практика. И разбираем утверждение. Вот утверждение – это statement. Statement. Present simple. Statement. Далее. So. Первая ситуация. Когда у нас... When we have a verb. When we have a verb. When we have a verb. Когда у нас есть глагол. When we have a verb. Да? Вы помните, что мы используем, соответственно, когда у нас I, we, you, they plus verb. Plus verb. Verb – это глагол, соответственно. И когда у нас he, she, it, как вы помните, plus verb, plus as. Итак, друзья мои, вкратце повторим, не трои примерчики и пойдем к более сложным вещам. Итак, друзья мои, я знаю правду. Как вы скажете? Я знаю правду. Я знаю. I know. Как сказать правду. Правда – это будет truth. Конкретная правда, поэтому I know the truth. Такое выражение. I know the truth. Я знаю правду. Далее. Мы часто обсуждаем это. Мы будет we. Часто, соответственно, будет often. Обсуждать. В одно слово, как сказать обсуждать. Discuss. We often discuss it. Мы часто обсуждаем это. Далее. Ты ожидаешь этот результат. Ты – это будет you. Ожидаешь expect. Этот результат – this result. You expect this result. Далее. Они хотят больше знаний. Значит, было такое предложение. У вас в комментариях. Значит, вначале мне писать. Ждать вот 10 секунд. А потом, чтобы вы повторили. Друзья мои. Значит, на это хочу сказать следующее. У нас с вами есть плейлист. И весь плейлист заточен на то, чтобы вы моментально уже сразу тренировались и переводили. То есть, я говорю, например, они хотят больше знаний. И вы должны уже сразу переводить. Если не успеваете, хотя бы медленно. То есть, они – they – хотят – want – больше – more – знаний – knowledge. Вот этого времени больше, чем достаточно, чтобы перевести, если вы все отработали. Просто нужно отработать уроки. Если вы не успеваете, значит, вы не до конца их отработали. Нужно отрабатывать, смотреть снова и снова, друзья мои. И результат, который от вас ожидают 90% и выше. Итак, филосочный просто. Видите, present simple statement. So, when we have a verb, когда у нас есть глагол. I, we, you, they, plus verb. He, she, it, plus verb, plus as. I know the truth. We often discuss it. You expect this result. They want more knowledge. И, соответственно, друзья мои, еще примерчики с he, she. Значит, она думает так же, она думает так же. She thinks the same. Далее. Он не согласен с этим утверждением. Не согласен в одно слово, надо сказать. Он не согласен. He, как сказать, не согласен в одно слово. He, мы с вами разбирали. He disagrees с этим утверждением. With this, как будет утверждение. With this statement. He disagrees with this statement. И это кажется удивительным. Это кажется. It looks удивительным. Surprising. It looks surprising. Это кажется удивительным. Так, видите, мы с вами как раз вот поговорили. She thinks the same. Называем S поставить. He disagrees with this statement. It looks surprising. Ну, самое сложное, конечно, когда не просто местомение нас дано, а именно какая-то фраза. Значит, мы с вами вкратце все повторяем, но невозможно повторить все за, там, за полчаса. Соответственно, вот весь материал, который мы обрадили, поэтому обязательно рекомендую вам проработать, прорешать. Иначе будет очень сложно и будет выражено быть результатом. Итак, so, when we have a verb. Okay. Next. So, when we don't have a verb. Когда у нас с вами нет глагола. Соответственно, тогда у нас форма to be. У нас I, I am. Значит, давайте краткую форму напишем. Соответственно, we, you, they. У нас are. Далее. Соответственно, he, she, it. He, she, it. У нас is или сокращенно с сетом. He is, she is, it's. Мы говорили, что обычно мы управляем именно краткую форму. Итак, и несколькие примерчики. Итак, я в саду. Я – это будет I am в саду. In the garden. I am in the garden. Далее. Мы очень разные. Мы. We are. Очень. Very. Разные. Different. We are very different. Далее. Ты в трудной ситуации. Ты. You're. You're в трудной. In a difficult. И как будет ситуация? Situation. You are in a difficult situation. Next. Они разведены. Они. Соответственно, будет they. They. Разведены. Divorced. Они разведены. They are divorced. They are divorced. Далее. Он странный человек. He is a strange. Человек будет person. He is a strange person. Далее. Она самая красивая девушка в мире. Она. She is. Значит, красивый будет beautiful. А самая красивая, это будет фраза the most. She is the most beautiful. Девушка. Girl. She is the most beautiful girl в мире. In the world. She is the most beautiful girl in the world. Далее. Это. Плохая идея. It's. A bad. Idea. It's a bad idea. Okay? So, when we don't have a verb. I am. We are. You are. There. He is. She is. It's. I am in the garden. We are very different. You are in a difficult situation. They are divorced. He is a strange person. She is the most beautiful girl in the world. It's a bad idea. Далее. Друзья мои. Значит, теперь, значит, соответственно, мы разбираем. Значит, мы с вами разбирали случай, когда у нас был глагол, когда нет глагола. Теперь, когда есть глагол отрицания. Соответственно, when we have a verb. Когда у нас есть глагол. When we have a verb. Not negative. Отрицание. Negative. Итак, соответственно, как мы это делаем? С помощью don't или же doesn't. Plus verb. Plus verb. Don't or doesn't. Plus verb. Соответственно, когда у нас don't употребляется? Когда I. We. You. They. Когда у нас doesn't употребляется. Когда he. She. It. Okay? So, he doesn't. She doesn't. It doesn't. Далее, друзья мои. Значит. Я не знаю ответ. Тренируемся. Я не знаю. I don't know. Ответ. The answer. Конкретно. I don't know the answer. I don't know the answer. Далее. Мы не думаем так. Как мы. We. Don't. Think. So. Ты не осознаешь это. Ты. Скажем, соответственно, you. Не. Don't. Как будет осознавать? Это будет realize. You don't realize it. Далее. Они не контролируют ситуацию. They. Don't. Control. Ситуацию. The situation. They don't control. The situation. Они не контролируют ситуацию. Далее. Он не делает так. Он. He doesn't do it. He doesn't do it. Далее. Она не путешествует каждый год. Она. She doesn't. Путешествовать в одно слово. Это travel. She doesn't travel. Каждый год. Every year. She doesn't travel every year. Итак. Посложнее немножко. Эта вещь не кажется странной. Эта вещь. This thing. Не кажется. Вот опять видите. У вас есть ситуация, когда нет места имения в честном виде. Вы должны думать, какое место имение это прозревает. Итак. This thing означает it. Поэтому doesn't. This thing doesn't. Эта вещь. This thing doesn't. Не кажется странной. Да? Мы говорим. This thing doesn't seem strange. This thing doesn't seem strange. И так. Повторяем. When we have a verb. Negative. I, we, you, they, don't plus verb. He, she, it doesn't plus verb. I don't know the answer. We don't think so. You don't realize it. They don't control the situation. He doesn't do it. She doesn't travel every year. This thing doesn't seem strange. Обратите внимание, что S мы с вами добавляем только в утверждение. Ведь только в утверждение мы добавляем S. Далее S уже нет. Почему-то многие добавляют, но это неправильно. Итак. So. Значит, следующая ситуация. Когда у нас нет глагола. When we don't have a verb. Но негативная ситуация. Negative. В этом случае, друзья мои, мы с вами используем форму to be. Как вы помните, соответственно, I'm not. Обычно мы используем краткую форму. I'm not. Соответственно, we, you, they будет aren't. We, you, they aren't. И he, she, it будет isn't. He, she, it isn't. Okay? So. I'm not. We aren't. You aren't. They aren't. He isn't. She isn't. Далее. То есть. Я не дома. I'm not at home. I'm not at home. Далее. Мы не удовлетворены этим результатом. Мы, we, не, aren't. Далее предлагает на удовлетворенный. Это будет satisfied. Этим. Нужно запомнить, что satisfied используется предлог with. We aren't satisfied. Этим результатом будет with this result. Далее мы даже будем говорить с вами подробно про предлоги. С предлагает нами, не только. То есть мы будем все подробно изучать. We aren't satisfied with this result. Мы не удовлетворены этим результатом. Далее. Они. Далее. Они непрофессиональные. Они недостаточно профессиональные. They aren't. Они недостаточно профессиональные. They aren't professional enough. They aren't professional enough. Далее. Он не боится этого. Он. He isn't. Бояться будет. Пролагает на afraid этого. Значит, помните, satisfied with мы говорили предлог. А после afraid мы с вами изучали нужный предлог of. He isn't afraid of it. Он не боится этого. He isn't afraid of it. Далее. Это вовсе не интересно. Как вы скажете, это вовсе не интересно. It. Вот вовсе в английском языке ставится на конце. Мы с вами говорили. В конце предложения. Это не интересно. Скажем. It isn't interesting. Как сказать, вовсе. Вовсе будет at all. It isn't interesting at all. Okay? So, when we don't have a verb. Negative. I'm not. We aren't. You aren't. They aren't. He isn't. She isn't. It isn't. I'm not at home. We aren't satisfied with this result. But they aren't professional enough. He isn't afraid of it. It isn't interesting at all. Okay. Next. И, конечно же, вопрос, когда у нас есть глагол. When we have a verb. When we have a verb. И это у нас именно вопрос. Question. Как мы с вами образовываем, друзья? When we have a verb. Question. Ну, здесь все просто. Значит, с помощью do. Значит, или же does. Когда у нас используется do. Do у нас используется, когда I. Соответственно, we. You. They. Do I. We, you, they. Когда используется does. Когда he, she, it. Ну, и, конечно, plus verb. Плюс глагол. Plus verb. Plus verb. Отлично, друзья мои. Вот эта схема. Принципиальная схема. Мы сами все систематизируем. Обязательно прорабатывайте упражнения. Итак. И некоторые вопросы. Ты знаешь, как это работает? Ты знаешь. Do you know? Как это работает? How it works? Do you know how it works? Do you know how it works? Ведь обратите внимание, что вопрос ставится именно в первой части предложения. Это вспомогает глагол именно в первой части предложения. Здесь уже не нужно. Do you know how it works? Далее. Они тебя полностью поддерживают. Они. Do they. Полностью. Fully. Поддерживают тебя. Do they fully support you? Далее. Она имеет схожее мнение. Она. Does she. Имеет. Have. Схожее мнение. Значит, мнение это будет opinion. Схожее. Вы бы скажете, она имеет схожее мнение. Does she have. A. Называем A поставить. A similar. Opinion. Does she have. A similar. Opinion. Далее. Он. Знает ее адрес. Он. Does he know. Your address. Your. Address. Вот, кстати, к вам вопрос. Как пишется address? Правильно или нет? Вот, на самом деле, в этом слове делают очень большое количество ошибок. Многие ошибаются. Просто нужно запомнить, как писать. Двойное D и двойное S. Double D, double S. Double это двойное. Далее. Вопрос. Может, у вас есть такой вопрос. Я говорю по-английски свободно. Как вы спросите? Я говорю. Do I speak English? Свободно будет fluently. Do I speak English fluently? Далее. Мы показываем отличные результаты. Мы показываем. Do we show? Отличные. Как будет отличные. Excellent. Результаты. Results. Do we show excellent results? И далее. Самое сложное. Это проблема. Это проблема реально сложная. Как вы спросите, это проблема реально сложная? Нам вам время подумать. И здесь самое сложное, действительно. Вот потому что мы... Я думаю, многие из вас сказали так. Это проблема. Означает it. Поэтому does. Эта проблема будет does this problem. Значит, реально сложная. Соответственно, будет как? Значит, реальное будет really. И сложная, соответственно, difficult. Но, друзья мои, это неверно. Потому что, несмотря на то, что мы разбираем данную секцию, соответственно, нужно смотреть, чтобы был глагол. Здесь глагола нет. Поэтому does здесь неверно. В этом случае нужно использовать именно форму глагола to be. This problem означает it. Поэтому нужно использовать именно is. И правильно спросить. Is this problem really difficult? Эта проблема реально сложная. Вот на самом деле, самое важное – это различить, когда есть глагол, когда нет глагола. И здесь начинается путаница. Поэтому у нас с вами будет именно контрольное мероприятие на эту тему. И рекомендую вам все именно повторить и осверлить в памяти. Итак, друзья мои, повторяем. When we have a verb, question. Do I, we, you, they, plus verb? Does he, she, it, plus verb? Do you know how it works? Do you fully support? Or do they fully support you? Does she have a similar opinion? Does he know her address? Do I speak English fluently? Do we show excellent results? Is this problem really difficult? Отлично, друзья мои. И ситуация остается на 3-2. 3-2 у нас ситуация, друзья мои. Когда у нас с вами нет глагола. То есть, when we don't have a verb. Когда нет глагола. И вопрос, соответственно, у нас. Это question, да, вопрос. И вопрос у нас идет, соответственно, или am впереди, am I, или are. У нас are используется we, you, they. И, соответственно, is вперед. Используется he, she, it. Is he, she, it. Например, там кто-то спрашивает у вас. Эти уроки реально хорошие? Эти уроки. Видите, здесь недавно вместоимение в чистом виде. Значит, нужно думать, эти уроки означают they, они. А раз they, то мы ставим are. Получается, соответственно, are these lessons. Реально. Are these lessons really good? Are these lessons really good? Эти уроки реально хорошие. Далее. Например, твой друг женат. Значит, твой друг. Какой вспомогательный глагол? He, поэтому is. Твой друг. Is your friend. Женат. Это прилагательное married. Is your friend married. Далее. Значит, он зарабатывает больше, чем 200 долларов в месяц. Вопрос. Он зарабатывает больше, чем 200 долларов в месяц. Значит, он. Какой вспомогательный глагол? Вот здесь, опять же, смотрите, подвох. Опять же, зарабатывает глагол. Значит, не форма to be, а does. Does he. Значит, зарабатывать будет earn. Больше. More. Чем. Than. 200 долларов. Это будет, соответственно, 200. 200. Долларов. Доллары. В месяц. Это такая фраза. Доллары. А month. Доллары. А month. То есть, именно a. Там то же самое. Вы сказали бы там фунтов в месяц. Вы сказали бы как. Соответственно, бы pounds. A month. И так далее. То есть, a month. Такое выражение. В месяц. Так, видите, в чем здесь подвох. И, конечно, друзья мои, значит, на что еще вы должны обратить внимание? Это на специальный вопрос. Например. Какой твой вес? Как вы спросите. Вы должны помнить, как образуются специальные вопросы. Значит, вопросительное слово. Какой? What? Далее. Смогательный глагол. Какой? Твой вес. Значит, глагола нету. Твой вес. Значит, единственное число. И поэтому is. What is your weight? What is your weight? Или часто говорят вкратце. What's your weight? What's your weight? Или, например. Там. Сколько стоит один час? Как спросить. Сколько стоит один час? Сколько стоит? Это будет how much? Один час. Один час это будет one hour. Осталась форму to be. How much is one hour? Еще такой примерчик. Например, смотрите. Как долго длится курс? Как долго? Как долго длится курс? Может, такой вопрос возникнуть. Как долго? How long? Здесь нужно использовать именно глагол длиться. Как долго длиться? Вот длиться это... И как спросите. Длиться это last? Получается, how long does... Далее, курс. The course. Не забываем the, потому что конкретный курс и длится last. How long does the course last? Или также мы с вами говорили, как это можно по-другому сказать. Просто, насколько долгий курс? Как вы это скажете? Насколько долгий? How long? Насколько долгий курс? Видите, здесь нет глагола. Поэтому используем форму to be. How long is... И курс... The course. How long is the course? Насколько длинный курс? Вот видите, в чем здесь тонкости? Вот кажется, все просто. На самом деле, друзья мои, не так все у нас и просто. Окей. Давайте повторим и далее подведем некоторые итоги. So, when we don't have a verb, question. Am I... Are we, you, they? Is he, she, it? Are these lessons really good? Is your friend married? Does he earn more than $200 or £200 a month? What's your weight? How much is one hour? How long does the course last? How long is the course? Значит, друзья мои, на что я обращаю ваше внимание? Значит, рекомендую обязательно вам все повторить, проработать. Именно еще раз проработать все уроки. И действительно, это нужно не просто для того, чтобы закрепить, а чтобы для вас была мотивация. Потому что в комментариях писали, что вот вы... Опять же, вы думаете, что сложно, может быть, тяжело. Тяжело, все это сложно, действительно. Но вы проделаете еще раз. И вы увидите, с какой легкостью вы это теперь будете делать. И у вас вырастут крылья, крылья вдохновения, крылья мотивации. И действительно, крылья такие успеха. И действительно, вы поверите своей силе. Это необходимо сделать, во-первых, для закрепления. Это, чтобы реально почувствовали гигантский прогресс. Такой мега полезных уроков. От этих мега полезных уроков, друзья мои, это необходимо сделать, повторить. И, друзья мои, и далее, когда будут контрольные мероприятия, обязательно смотрите, когда есть глагол, когда нет глагол. Значит, когда специальный вопрос. Будет много ошибок, но если вы хорошо подготовитесь, то их будет меньше. Рекомендуем вам все, друзья мои, прорабатывать. И мы с вами уже переходим, друзья мои, к контрольным мероприятиям, чтобы скорее закончить эту тему и перейти также к не менее интересным темам. Но если вы здесь не набираете больше 90%, то это говорит о том, что необходимо прорабатывать и прорабатывать. Иначе дальше, друзья мои, вы просто увязнете. Материал будет только наслаиваться. Итак, действительно, thank you very much, my friends.